Да, принять решение. Вопрос, как правильно принять решение, как разобраться в том, какое решение правильное, как выбрать правильное решение и принять его. Как принять решение? Какое решение, которое возникло у вас в голове? Ну, попробуйте его принять. Ну, приняли, например, и что дальше? Где оно, это решение? Оно по-прежнему в голове. Как можно принять решение, которое всего лишь в твоей голове? Оно нереально относительно возможности эмпирического опыта. Внутри той реальности, которую мы принимаем за настоящее. И раз мы ее принимаем за настоящее, значит, это и есть наше самое правильное, единственное решение. Эта реальность и есть наше решение. Потому что оно, оно не в голове, оно повсюду. И все, что в этой реальности происходит, это результат ее правильной позиции, созданной нашим решением. Наше решение, это решение задачи этой нашей правильной реальности. Именно это решение, которое эта реальность нам предложит, мы должны принять. Принять решение, это значит начать пользоваться тем, что дается нам и создается само собой. Создается для тебя. Создается относительно твоих неправильных решений. Неправильных потому, что эти решения лишь в твоей голове. Они нереальны, поэтому неправильны. Неправильные, неправильные потому, что их нет. Это логично, правда? Все неправильное, это то, чего нет. Как реального. Того реального, что ты осознаешь как возможное. Пусть даже это иллюзия, да? Но ты ее наблюдаешь, а не мыслишь. Правда? Ты выбрал эту иллюзию, и теперь нужно ее принять. Принять со всеми ее решениями, которые она беспрерывно создает. Создает для тебя. Тебе ничего не нужно делать, только лишь принять решение. Решение, созданное самим тобой же. Это решение, результат тебя. Эти решения происходят потому, что ты есть. Да, вот так вот. Просто. Ты есть. И эта реальность возникает. Но не та, о которой ты думаешь. А именно та, в которой происходит чудо. Чудо волшебных и непредсказуемых решений и вариантов ситуации и их удивительных последствий, становящихся основой иных поворотов событий и решений их проживания. Все это чудо происходит без прерывности, без начала и конца. Вечно и одновременно в одном и том же моменте. И прямо сейчас. Еще раз. Принять решение, это значит не сочинить его в голове. Или представить что-нибудь. На выбор. Например, вы не знаете, какую пилюлю выпить, синюю или красную. Вы не можете принять решение, да? Но решение уже произошло. Эти пилюли и синяя, и красная. И есть решение, которое вы должны принять. Вы можете съесть синюю пилюль и проснуться. Или съесть красную и заснуть еще глубже. Забыв о существовании этих пилюль. Любой выбор не грозит ничем ужасным. И одновременно, и там, и там есть свои неприятные последствия, возможно. О которых вам неизвестно. Потому что все, что вам становится известно, это всего лишь мысли. Интерпретации. Интерпретации того, чего на самом деле может и не быть. Немного запутал вас, да? Но я ничего не путал. Эта путаница, с которой вы сейчас встретились, эта путаница всегда в вашей голове. Мы ее не видим. Она существует как бы фоном. Это то, что многие называют иллюзия. Мы живем в иллюзии, в путанице, во сне. Но тем не менее, любой опыт, который вы принимаете, является для вас опытом, создающим движение. Реальность вам всегда предлагает решение к движению. Все, что вас заставляет стоять на месте или торчать, застрявшими в своих мыслях, это ваш ум, который постоянно создает противодействие. Реальность предлагает вам решение, приняв которое, вы действуете. А ум пытается вас затормозить, остановить. Предложить огромную кучу вариантов, но не реальных, а лишь тех, что будут жить в вашей голове. Или вы в них застрянете, тоже будете в них жить. Это и есть иллюзия. Находиться в своих мыслях, которые вам интерпретируют реальность. Ваши мысли являются интерпретацией вашей же реальности. Пока еще непонятно, да? Знаю. Ну, мы попытаемся выбраться. Может, не сегодня, но... Может, сегодня у меня не получится. Но я сижу, попытаюсь. Значит так. Когда мы интерпретируем то, что уже есть, наши чувства как бы деградируют в этот момент. Потому что мы топчемся на месте. Мы попадаем в омут. В омут страданий, переживаний, расстройств. Потому что не движемся. Реальность предлагает движение. Это ее решение. И мы должны его принять. Принять эту реальность. Принять ее решение. Наши собственные решения мы принять не сможем. Еще раз говорю. Потому что они только в нашей голове. Они обособлены. Они не воспринимаются нами как настоящие. Это грезы, лишенные материальной, эмпирической основы. Это фантазии. Это туман. Сон. Сон наяву. Мы спим. Спим и пытаемся принять решения, которые невозможно принять. Потому что они здесь. Они вот здесь. Не вокруг. Не в том, что мы считаем действительностью. Не в том, что мы считаем настоящим. Понимаете? Свои фантазии мы можем нарисовать на бумажке. Написать их как стихотворение. Спеть песенку. Снять фильм на свой айфон. Любой творческий акт поможет нам интерпретировать нашу фантазию в виде картинки. Но также мы можем свою фантазию воплотить в жизнь путем упорного труда, крови, пота, нервов, переживаний, страданий, решения проблем. Это может быть сложный, насыщенный, тернистый путь. Путь к той картинке, что мы нарисовали в своей голове как успех. И мы действительно можем ее воплотить. Испытать мощное ощущение от достигнутого результата. И это будет десятикратный оргазм воплощением вашей картинки. Одной картинки. Не вижу ничего в этом плохого. Если это ваш путь, путь взаимодействия внутри этой реальности, пожалуйста, пусть так оно и будет. Я говорю о том, что ближе мне, и то, что я внезапно обнаружил как более эффективный и насыщенный способ радоваться жизни. Равномерно радоваться, а не жить все время в ожидании чего-то яркого. Я обнаружил, что эта картинка, эта картина, эта картинища, она повсюду. Сейчас и всегда. И чтобы ее воплотить, не нужно проходить весь этот сложный путь. Достаточно всего лишь принять ее решение. Ее устремленный к вам результат. Реальность как бы говорит, вот, это тебе. Прими это решение. И в том, что вы примете, могут быть любые приключения. Любые вертипляски. Куча ощущений. И это всегда будет восторг. От начала и до финальной точки. Всегда будет одно перманентное ощущение восторга. Восторга от того, что вы просто живете. И от того, что вы делаете или чем занимаетесь. Это просто происходит. И вы свидетель этой удивительной метаморфозы. Этого приключения. Этого процесса созидания. Где вы больше не производите препятствия. В виде негативных мыслей. Переживаний, страданий. Всех тех ложных чувств. Которыми питается ваш ум. Как только вы начинаете кормить его этим дерьмом. Приключение заканчивается. Вы испытываете лишь этот конфликт. И опять пытаетесь принять решение. Но уже копаясь в своем уме. Думаю, что вот эти вот картинки. Которые начинают как спам всплывать. Среди них нужно выбирать. И вы не знаете какую. Опять не знаете. Опять перестаете знать то, что знать не нужно. А нужно лишь принять. Принять решение, которое уже создано. Создается и всегда будет создаваться. Потому что это закон. Основа. И потому что это и есть вы. Это реальность. Есть вы. Вам не нужно трудиться. Потому что вы уже трудитесь. Вся эта реальность. Это результат вашего труда. Труда, который вы не можете принять. Вы не можете принять свой труд. Черт. Сейчас. Вы хотите трудиться, мучиться, чтобы создать картинку того, что уже создано. Создана как не картинка, а реальность. Многомерная, фантастическая, нереальная реальность. Вам нужно ее лишь принять. Принять себя. Принять себя. Как, как, как? Где, 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 где? Что нужно принять? Как принять? Что именно? Куда смотреть? Куда бежать? Кого убить? Что нужно делать? Ничего. Просто наблюдайте. Все к нам и так движется. Все к нам идет. Мы всегда идем к самому себе. Принимай себя. Принимай не хочу. Если стало непонятно, пересмотрите это видео. Послушайте спокойно еще раз. Включите голову. Все очень просто. Принять решение, это значит принять то, что есть. Потому что то, что есть, это и есть решение. Если стало понятно, это значит, вы сейчас, возможно, проснулись. Храните это ощущение. Все, привет. Продолжение следует... Продолжение следует...